Молодой водитель такси стал первым, кто пришел на помощь семилетнему мальчику, попавшему под колеса внедорожника на Звездной в Петропавловске. Парень увидел случившееся из своего автомобиля и, выскочив на дорогу, через мгновение оказался возле ребенка. Он поднял Мирона с асфальта и, не двигаясь, держал на руках до прибытия кареты скорой помощи. На тот момент было непонятно, есть ли у мальчика переломы и смещения, так что перекладывать его или передавать из рук в руки было опасно. Но молодой человек понимал это и терпеливо ждал медиков вместе с родителями пострадавшего малыша. Они и рассказали 41-му региону эту историю. Семья Мирона выражает огромную благодарность молодому человеку, который не остался равнодушным к чужой беде. Родители мальчика уже встретились с парнем, поблагодарили лично, а Мирон записал ему видео. Напомним, ДТП, в котором 7-летний мальчик получил сотрясение мозга и множественные ушибы, произошло днем 7 мая. Ребенок направлялся к семейному автомобилю, припаркованному во дворе, и в этот момент его сбил служебный УАЗ «Патриот» с черными номерами. Свидетелем ДТП стал в том числе отец Мирона, который наблюдал за сыном из окна. По словам мужчины, внедорожник в 2-3 раза превысил допустимую на межкварталке скорость движения, а после столкновения протащил ребенка за собой еще около 8 метров. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сам Мирон по-прежнему находится на лечении в детской краевой больнице. Информация о том, что его выписали, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. Проверку по факту ДТП проводит прокуратура города. К трагедиям с необратимыми последствиями. Страшным пожаром на предприятиях может привести действующие моратории на проверки бизнеса, поэтому его необходимо отменить. Так считает Сергей Тимофеев, командир отделения Паратунской спасательной части, ветеран пожарной охраны. За плечами Сергея Афанасьевича опыт работы инспектором госпожнадзора. Этот вопрос очень болезненно я воспринимаю, когда забрали права у государственного пожарного назора, но лишили прав. Вы представляете, если мы в то время, когда мы работали, мы приходили на объект, смотрим, что руководитель предписания не выполняет, объект находится в пожароугрожаемом состоянии, мы его просто закрывали постановлением начальника инспекции госпожнадзора. Сейчас же, чтобы закрыть пожароопасный объект, надо собрать очень много документов, принести в суд и судья рассматривать. Судья может решение принять, либо закрыть, либо не закрыть. Говоря о наболевшем, командир отделения упомянул такие случаи, как пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году и возгорание в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» в 2018. Трагедии унесли жизни сотни человек. Последующие проверки в организациях показали нарушение требований пожарной безопасности. Сами видите, массовые пожары – это складские помещения, торговые центры горят и так далее. То есть, ослаблен государственный пожарный надзор очень сильно. И мне бы хотелось, чтобы правительство, а может даже на уровне президента, вопрос этот быстрее решился и отменили мораторий проверять объекты государственным пожарным надзором. Это очень важно. И все это должны понимать. Напомним, мораторий на проверки бизнеса впервые ввели в 2022 году. Сейчас он продлен до 2030-го. Инициатива коснулась надзорных мероприятий, которые проводят в том числе МЧС, Роспотребнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор. Причина моратория обозначена так – необходимость в снижении нагрузки на участников рынка в условиях санкций и стимулирования развития экономики. Мороз, непреодолимые условия и самодельные инструменты. В период тяжелейшего конфликта в истории человечества возводили морской порт Петропавловска. Его строительство во время Великой Отечественной войны – это удивительный подвиг жителей полуострова. Говорят, что порт стали возводить в связи с необходимостью получать грузы из США по ленд-лизу. Однако это было только одной из причин. Вообще желание построить и расширить порт и сделать мощности портовые более подходящими для такой замечательной бухты – эти идеи были еще в царское время, вот в 1914 году. Но началась Первая мировая, потом революция, произошли многие перемены. Ну и, наконец, строительство порта входило в планы великих сталинских индустриальных строек. Но вот именно начало Великой Отечественной войны, которое, конечно, было неожиданным и не зря говорили о том, что это было вероломство, оно заставило поменять все планы и надо было решать несколько основных задач. Так вот, первая задача, основная, это была принимать грузы и разгрузить Владивосток, порт Владивостока, который уже не справлялся с объемами. Еще одной задачей была бункировка судов углем и мазутом. Также корабли могли набрать в порту воды. Кроме того, зимой, когда замерзали проливы, суда могли проходить только к берегам Камчатки, где нужно было принимать большие объемы грузов, в том числе и тех, что доставлялись по ленд-лизу. В 1942 году было принято постановление о строительстве портовых причалов в Петропавловске и Камчатском. И когда оно началось, здесь практически не было никакой техники. Я читала воспоминания участников строительства порта. Люди, которые приступали к этому великому делу, они не имели ничего, кроме лопат, лопата, кирка, лом. Вот это было основное вооружение. Но порой даже лопат не хватало. Людям приходилось мастерить их из старых поржавевших судов. Тачки для перевозки грунта тоже сколачивали сами. Работников было немного. Первыми из них стали заключенные, которых тогда держали в районе нынешнего пятого километра. И вот главный инженер, талантливейший человек Алексей Николаевич Виноградов, который руководил впоследствии этой стройкой, приехал сюда, привез немного оборудования, потом снова уезжал для того, чтобы добиваться большего. Он писал в своих воспоминаниях о том, что заключенных привозили где-то в пяти машинах по сто человек. Вот мне даже это представить трудно. Как можно сто человек загрузить в одну машину? Но им деваться было некуда, они должны были работать. На этом проблемы не заканчивались. В городе совершенно не было жилья. Строились времянки. На Красной Сопке рабочие копали себе полуземлянки. Оттуда и появилось название района Копай. Некоторым приходилось идти до стройки пешком несколько километров, зимой в страшные морозы, сквозь пругу, чтобы трудиться там не меньше 12 часов. Конечно, некоторые сбегали, не выдерживая нагрузок, но то были лишь единицы. Большинство камчатцев понимали, насколько важен их вклад и продолжали работать в любых условиях. Большую роль в строительстве морпорта сыграл Алексей Виноградов. Конечно, люди очень ценили и уважали самого Виноградова. И справедливо говорят многие петропавловские, что мы не слишком много чести ему отдали, памяти о нем, потому что это был уникальный инженер, гидрограф, прекрасный строитель, который после войны многое построил здесь. Вообще надо сказать, что Алексей Николаевич был человеком настолько высокого интеллекта, понимания того, что и как надо строить, что несмотря на то, что он собирал собрания, советовался и так далее, все-таки он всегда решительно последнее решение оставлял исключительно за собой, за свои ответственности. И оно практически всегда было верным. Даже еще сама специальная технология производства, инженерные документы, техническая документация еще, она иногда готовилась одновременно или даже чуть позже того, как шло строительство. Это насколько надо быть человеком, понимающим, что он делает и как и какое ответственность на себя берет. Все шесть причалов, построенные под руководством Виноградова и сданные к 1944 году, прошли испытания временем. Они выстояли даже после мощнейших землетрясений и стоят по сей день. Появление морпорта в Петропавловске открыло камчатской столице второе дыхание. Город стал жить. И хотя строительство было сопряжено с невероятной жертвенностью и нечеловеческими усилиями, в конечном итоге камчатцы добились того, что было так необходимо для страны. Больше 190 детских площадок приведут в порядок после зимы в столице Камчатки. Как только игровые зоны осмотрят на предмет повреждений, конструкции начнут ремонтировать. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава города Константин Брызгин. По его словам, раньше обследование детских площадок проводилось с 15 мая. Сейчас же, в связи с тем, что снег растаял рано, уборка началась со второго числа. Всего на содержании города находятся 192 игровые зоны. 183 из них уже приведены в хорошее состояние. Ремонт и замена оборудования будет происходить в течение июня. Столь затяжной период глава города объяснил отсутствием некоторых деталей, которые нужно заказывать, а также поиском неординарных решений по восстановлению поломанных площадок. Энергетиков попросят больше не подогревать одно из озер Петропавловска. Речь о Халактырыском, на которое недавно обратили внимание активисты Народного фронта. Общественники появились на берегу водоема и выявили ряд нарушений. В частности, они обнаружили сброс теплой воды с ТЭЦ-2. Об этом активисты доложили специалистам Минприроды региона, отметив, что температура сбрасываемой воды 18 градусов, а озера всего 4, что в итоге приводит к цветению водоема. Министр природных ресурсов Алексей Кумарьков отметил, что власти отслеживают ситуацию и держат связь с энергетиками. Камчатскэнерго теперь нужно найти решение по нормализации температурных показателей сбрасываемых вод. Отметим, что работа по обследованию Халактырского озера и реки Халактырка проводится ежегодно, начиная с 2022. Причиной тому постоянные сезонные превышения, в том числе и по микробиологическим показателям. Вопрос состояния Халактырского озера находится у Минприроды крайне особом контроле. В колонию отправят закладчицу из Елизова. Обвинительный приговор прозвучал в районном суде. Как сообщили в прокуратуре региона, 39-летняя женщина увидела привлекательное предложение в соцсетях и решила подзаработать. Злоумышленница подала заявку и вошла в состав ОПГ, который руководил неизвестный. С ноября по декабрь прошлого года горожанка получила партию товара, расфасовала и спрятала в укромном месте. Место закладки виновная сфотографировала и отправила своим соучастникам. Довести дело до конца закладчице не удалось. Ее задержали полицейские, а запрещенные вещества изъяли. В итоге женщина проведет ближайшие 4 года за решеткой. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Сточные воды постоянно сливают в реку Паратунка на Камчатке. Об этом в социальных сетях пишут жители Елизовского района. По их словам, все прилегающие к водоему сооружения сбрасывают нечистоты. В Минприроды региона не оставили вопрос без ответа. Сотрудники ведомства регулярно обследуют водные объекты полуострова. В том числе уделяется внимание проверке водоемов на предмет несанкционированных выпусков сточных вод, сбрасываемых без очистки. В этом году специалисты Эконадзора изучили две локации на реке Карымшина. Учитывая сезонную гидрологическую обстановку, работу вели с помощью беспилотников. При выявлении нарушений по фактам сброса стоков будут проведены разбирательства. Информацию о местах сброса сточных вод с координатами выпусков можно сообщить в региональной Минприроды по телефону или электронной почте, которые указаны на экране. Мошенники предлагают камчатским подросткам работу на лето. Правда, вот получать деньги, по всей видимости, будут не молодые люди, а аферисты. Все начинается со звонка на мобильный. Неизвестные выходят на связь со школьниками и представляются сотрудниками службы занятости. Злоумышленники предлагают несколько якобы выгодных вариантов. Как правило, детям обещают помочь устроиться курьерами или высокоприбыльную работу на дому. В Минтруда региона отмечают, что звонившие не имеют никакого отношения ни к службе занятости, ни к трудоустройству. Мошенники используют доверчивость детей и постоянно развивают схемы обмана. Выходят на различные аудитории, включая детские, вовлекая ничего не подозревающих людей в свои преступные махинации. Легкой добычей, безусловно, могут стать школьники, которые хотят попробовать поработать летом в период каникул и заработать свои первые деньги. Как правило, подросткам предлагают несколько вариантов так называемого трудоустройства. Это либо работа курьера или заработок в интернете на дому. Оба варианта связаны с нарушением законов Российской Федерации и зачастую влекут за собой либо уголовную ответственность, либо банально потерю денежных средств. Хочу отметить, что сотрудники Центра занятости населения Камчатского края, нашего кадрового центра Камчатского края, никогда не звонят с мобильных телефонов. Работа с населением ведется через стационарные телефоны, которые начинаются с кода Камчатского края плюс 7 415. Жители региона всегда могут обратиться по единому номеру кадрового центра края по телефону, который сейчас указан на экране, и уточнить номер звонившего сотрудника или отдела, который занимается трудоустройством подростков. Работа, которая предлагается на период летних каникул подросткам, всегда связана с реальной занятостью. Например, в сфере благоустройства, озеленения, уборки территории, помощи в ведении делопроизводства, социальной помощи или в других сферах. И, конечно же, летняя занятость детей обязательно сопровождается оформлением трудовых отношений в соответствии с трудовым кодексом. Прошу родителей и особенно ребят быть бдительными, критически относиться к звонкам с незнакомых номеров и, конечно же, беречь свои персональные и платежные данные. В правительстве добавили, что трудоустройство подростков ведется в строгом соответствии с законами страны. Для подачи заявления молодые люди приглашаются непосредственно в кадровый центр или в его отделение. Напомним, в 2023 году на предприятиях и в организациях региона были трудоустроены более трех тысяч подростков. Школьники приводили в порядок улицы города, содержали в чистоте спорткомплекс имени Фатьянова и Спартак, Халактырский пляж, участвовали в различных экологических акциях, выполняли временные работы по архивным делам и библиотечным фондам. Программа трудоустройства молодых людей будет продолжена и в этом году. На ее реализацию выделено чуть более 79 миллионов рублей. Да, мы наблюдаем повышенную востребованность талончиков на первичный прием врачом-педиатра. И здесь я сразу хочу сказать, что на Камчатке внедрен функционал листа ожидания, то бишь, обратившись по телефону единого контакта центра, обратившись по телефону в регистратуру, либо на очном приеме у врача, либо по телефону регистратуры, родители могут записать своего ребенка, например, к педиатру посредством листа ожидания, указав желаемое время, диапазон дат и время, которое они готовы либо могут посетить врача. Я предлагаю использовать максимально этот функционал, дабы организовать свое посещение. В частности, мы понимаем, что родителям не всегда, особенно с граничками, удобно посещать врача в те доступные сладкие времени, которые размещаются поликлиникой. Поэтому, записавшись в лист ожидания, регистратор подберет для вас при выкладке талонов то время, которое вы указали, либо, по крайней мере, предложит вам варианты решения этого вопроса посредством записи на смежные талоны. Например, в поликлинике номер два детской запись на прием к врачу происходит именно таким способом. В педиатрии наблюдается эффект сезонности, и мы понимаем, что не только от сезона может возрастать потребность в приеме и консультации врача-педиатра, но также всплески востребованности могут по тем или иным причинам наблюдаться по отдельным участкам. Поэтому, в целях увеличения доступности записи на прием к врачу, главные врачи всех медицинских учреждений ежедневно мониторируют запись на прием к врачу, ее востребованность, загрузку участков. И, конечно, производят перевыкладку талонов с соседних участков на более востребованные направления. Серые киты первые в этом году вернулись к берегам Камчатки. Пять морских великанов встретились с сотрудником Кранотского заповедника в окрестностях одноименного залива. Самого первого они увидели с вертолета, когда забрасывались на кордон Кранотки еще 24 апреля. По словам экологов, четверых из встреченных китов они уже знают, а вот пятый – новенький в их компании. Все животные худые, за лето им предстоит успеть накопить достаточно жировых запасов. Как и большинство других усатых, китов серы тоже совершают ежегодные миграции, рассказали специалисты. Каждую весну они покидают теплые южные моря после зимовки и отправляются на север в богатые кормом воды. Здесь они проведут ближайшие полгода. Появление новой площадки для выгула собак ждут жители Петропавловска. Объект крайне необходим в бывшем Ленинском районе. Там имеется множество подходящих пустырей. Сейчас есть только одна площадка для выгула хвостатых в микрорайоне Северо-Восток. Добираться до нее жителям других территорий краевой столицы достаточно трудно, поскольку не у всех есть личный автомобиль. По этой причине жители домов на Павлова, Пономарева, Садового переулка, штурмана и Лагина объединились и подняли вопрос об организации дополнительной территории. Кроме того, в своем письме горожане обратились к властям с просьбой об установке эко-урн, чтобы владельцы животных могли убирать за своими питомцами и правильно утилизировать отходы. Праздничный салют озарит небо над Петропавловском 9 мая. Он станет ярким завершением ряда мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине Великой Победы. Как рассказали в мэрии краевой столицы, торжества начнутся 8 мая в Парке Победы на бульваре Рыбацкой Славы. С двух часов дня школьники заступят на вахту памяти у Вечного огня. С этого же времени и до пяти часов вечера там пройдет возложение цветов и концертная программа. Основные мероприятия запланированы на 9 число и пройдут в центре города. В 10 утра по площади имени Ленина пройдут парадные расчеты. В то же время на центральной площади откроется выставка военной техники. Возле драмтеатра будут стоять машины победители конкурса «Спасибо деду за победу». А у подножия Никольской сопки начнет работу выставка военной атрибутики. С 11 часов в районе стелы город Воинской Славы откроется площадка «Стена памяти». На главной сцене в это время начнется галоконцерт. У драмтеатра заработает площадка «Фронтовая бригада». Также в центре будет работать пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме того, на празднике будет организована зона фудкорта «Майский». Любой желающий сможет попробовать настоящую солдатскую кашу, которую горожанам предложат на трёх полевых кухнях с 11 до 2 часов. Для юных камчатцев организаторы тоже предусмотрели несколько зон отдыха. У стелы город Воинской Славы пройдут детские игровые программы и театрализованные представления. В 20.30 начнётся ещё один концерт, а закончится праздничная программа 9 мая по традиции салюта. Огни озарят небо над Петропавловском в 22 часа. Как будет выглядеть обновлённая столица Камчатки согласно мастер-плану? Не помешает ли большая стройка комфортной жизни? Найти ответы на эти вопросы должна помочь специальная информационная платформа. У нас пока недостаточно понятная, недостаточно публичная для наших граждан эта работа представлена. Нам нужно сделать информационный ресурс, может быть, на базе той же самой платформы Камчатка в порядке, может быть, на базе другой, посоветуйтесь с Министерством цифрового развития. И единую презентационную платформу по мастер-плану нам нужно запускать в кратчайшие сроки. На расширенном оперативном совещании в краевом правительстве глава поручил как можно скорее завершить работы по подготовке платформы, информирующей о реализации мероприятий мастер-плана. Предполагается, что ресурс будет запущен уже к концу июня. Напомним, мастер-план – это масштабная программа по благоустройству Петропавловска, утвержденная на федеральном уровне. Порядка 400 камчатцев стали донорами костного мозга. Их внесли в специальный федеральный регистр, рассказали в краевой станции переливания крови. По словам медиков, найти себе донора генетического близнеца с подходящими стволовыми клетками сложнее, чем донора крови. Вероятность совпадения биоматериала составляет всего один шанс к 10 тысячам. Донора подбирают через специальные регистры, в которых содержатся данные людей, прошедших фенотипирование, исследования клеток и генотипа. Стать донорами могут камчатцы от 18 лет, имеющие вес больше 50 килограммов. Не должно быть никаких противопоказаний. Их полный список опубликован на сайте федерального регистра доноров костного мозга. Стать донором можно, обратившись в рекрутинговый центр лично. Он расположен в Петропавловске, на улице академика Курчатова, 17. Там заявителю нужно будет сдать биологический материал. В случае обнаружения совместимости, кандидата пригласят на процедуру донации. Дорожное движение изменится в Петропавловске на два дня. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Как рассказали в Госавтоинспекции, 8 мая с 13.00 до 15.30 будет перекрыто движение по улице Толстого. 9 мая с 7.00 до 22.30 перекроют движение по улицам Озерновская коса и Ленинская. На Советской в это время будет организовано двухстороннее движение. Широкий тротуар, трехполосное движение, здание на склоне горы. Уже трудно представить, что всего этого когда-то не было на улице набережной в Петропавловске. А еще в середине прошлого столетия ландшафт был совершенно другим, и мало кто из современных горожан узнал бы любимое и знакомое пространство. Петровская особка тогда обрывалась в култочное озеро, да и само оно было куда глубже и шире. Привычный ландшафт составила измениться Великая Отечественная война, пришедшая и на полуостров. На тот момент город, который разделился на две части, но основная часть которого заканчивалась на территории, где примерно находится сейчас здание театра драмы и комедии. Это была прибрежная часть Култочного озера, территория которого была намного больше, чем мы видим его сейчас. Вторая часть – это склон Мишенной Сопки. Там уже застроили жилой комплекс Камчатского акционерного общества. На территории Сопки были три улицы – Микояновская, Кульчевская и Первая Нагорная. Начинал застраиваться микрорайон Сероглазка. В той части краевой столицы находились все основные воинские подразделения. Единственная транспортная магистраль, которая связывает два района города и прежде всего обеспечивает доставку всего необходимого именно с нового района города, обеспечивает связь с воинскими подразделениями, обеспечивает доставку продуктов питания с территории пригородных совхозов, а также всего необходимого, что доставляется на территории аэропортов, аэродромов камчатских. Конечно, вот эта транспортная магистраль могла быть повреждена даже одним налетом вражеских самолетов. Основным источником опасений были японские войска, которые находились на острове Шумшу, совсем недалеко от области. Япония, безусловно, не входила в войну, однако всегда была вероятность нападения. Одного снаряда было бы достаточно, чтобы разорвать два района города. К краевой столице жизненно необходима была вторая транспортная магистраль. Где ее можно было проложить? По вершине Петровской горы на тот момент сделать это было невозможно, потому что строительной техники и так не хватало. Но плюс ко всему, когда началась Великая Отечественная война, она, конечно, была задействована вся на стратегических объектах. Это и судоремонтная верфь, это территория морского порта. Все эти предприятия должны были жить, работать. Власти города принимают решение срезать низ Петровской горы и проложить транспортную магистраль по восточному берегу Култучного озера. Но как это сделать без строительной техники? Только силами горожан. Поэтому с лета 1941 года начинаются тяжелейшие изнурительные работы. Которые включали в себя действительно работа мотыгами, кирками, лопатами, срезание грунта вручную на Петровской горе. Буквально вгрызание в скальную породу Петровской горы. Вот эти куски огромной скальной породы, которые грузились на тачки и по деревянным тротуарам, вывозились примерно на то место, где стоит наше здание камчатского правительства. К работам привлекали всех, кто мог держать в руках инструменты. Это и школьники, и рабочие всех камчатских предприятий, и в том числе заключенные. Еще до войны управление у лагерей НКВД было предписано никуда не вывозить осужденных с территории полуострова. Они должны были помогать в застройке города. Они были задействованы и в строительстве дороги по Петровской горе. Тяжелейшие работы, которые не прерывались ни при плохих погодных условиях, ни в зимние месяцы. А все мы с вами прекрасно знаем, что наша камчатская зима – это очень высокий снежный наст, в некоторых местах достигающий 7-7,5 метров. Шквалистые ветры, дожди, пурги. Тем не менее, вот при всех этих погодных условиях строительство продолжало идти. Уже к лету 1942 года появилась хоть и узкая, но уже проезжая магистраль, по которой могла пройти грузовая машина. Строительство дороги, связующего звена в невероятно тяжелый период для всей страны – это огромное достижение для города. Трудовой подвиг его жителей, буквально вгрызавшихся в землю ради защиты своей родины, не забудется в веках. В этом году начнут обустраивать мемориал погибшим участникам специальной военной операции на Камчатке. Комплекс разместят на Аллее Славы, на территории действующего городского кладбища. «Нам необходимо уже в практическую плоскость все работы провести, чтобы мемориал создать. И он дополнил ту большую работу, которая на самом деле проведена по обустройству воинских захоронений. Ну и напомнить всем главам муниципальных образований о необходимости эту работу провести. Опять же, сейчас у нас погода позволяет сделать соответствующую работу». На оперативном совещании в краевом правительстве глава отметил, что уже разработанная концепция мемориала. Ранее план обсуждали с членами семей военнослужащих, объединенным командованием сил и войск на северо-востоке. Напомним, в минувшем году обустройство захоронений погибших участников СВО проводили в пяти муниципалитетах, в остальных работы начнутся в этом году. Основы каратэ постигают юные жители Камчатки. Такая возможность у ребят есть благодаря проекту «Геокусинкаев-школу», который уже два года реализуется на полуострове. Программа работает при поддержке полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Труднева. В ней участвует образовательный центр «Эврика» и школа номер 45 в краевой столице. «Проект реализуется с 2022 года. Проект «Геокусинкаев-школы». И наши ребята получают возможность получить знания, опыт, навыки такого вида спорта, как «Геокусинкаев-школы». В рамках сетевого взаимодействия у нас организованы такие занятия для детей нашего центра». По словам тренера Алексея Крошкина, детей обучают сначала основам и базовым навыкам каратэ, после чего ребята выбирают, каким направлением данного вида спорта продолжить заниматься. «Традиция каратэ здесь у нас идет как бы начало с 97-го года. Потом был небольшой перерыв где-то в 2000-е годы. И сейчас вот уже второй год я опять начал заниматься с детьми по этой программе. Мы занимаемся базовой техникой, но самое главное – это воспитание детей. Получая базовую технику, они повышают свои физические способности, но самое главное – это сознание ребенка, чтобы он зарос защитником Отечества, защитником Родины». Тренер отметил, что спорт помогает детям добиваться своих целей и найти дело всей жизни. Некоторые ребята уже активно принимают участие в соревнованиях и занимают призовые места. Отметим, благодаря проекту «Геокусинкаев-школу» несколько тысяч ребят в 44 школах Дальнего Востока занимаются этим видом каратэ на дополнительных уроках физкультуры. Своей работой довольны большинство жителей Камчатки. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в телеграм-канале 41-й регион лайф. Так, 42% респондентов признались, что работа, зарплата и коллектив их радуют. Не удовлетворены местом трудоустройства только 26% опрошенных. Еще 17% участников голосования сообщили, что затрудняются с однозначным ответом на вопрос, а 15% вообще не работают. Всего в опросе приняли участие больше 400 человек. Добавим, уровень удовлетворенности работы в России достиг исторического максимума. Как показало недавнее исследование Всероссийского центра, изучение общественного мнения, 84% жителей страны довольны занимаемой вакансией, коллективом и заработной платой. Внимательнее относиться к жителям Камчатки важно представителям местной власти во время проведения личных приемов. Эту необходимость накануне обсуждали в правительстве региона на оперативном совещании. Да, часто люди настроены негативно, но потому мы должны с вами работать, объяснять ту работу, которая проводится, и напрямую этот диалог выстраивать. Прошу вас эту работу организовать, а управление по обращению граждан в администрации губернатора усилить контроль за персональным выполнением тех приемов, которые определены где-то от моего имени, где-то от имени президента мы принимаем граждан. Это большая ответственность, но нам всем персонально нужно в ней участвовать. На встрече также обсудили действующую систему информирования в госпабликах. У всех органов власти и подведомственных учреждениях есть профили в соцсетях. Пожалуйста, обратите внимание и вникните в регулярность и качество публикуемой информации. Я через 2-3 недели буду тематическое совещание по этой теме проводить и попрошу, чтобы именно на уровне заместителя председателя правительства было владение этой информацией. Напомним, записаться на личный прием к губернатору, членам правительства, руководителям исполнительных органов, главам администрации районов, муниципальных и городских округов или уполномоченным можно через сервис «Единая электронная приемная» на сайте правительства региона. Я хочу довести важную информацию до подростков и их родителей об активизации телефонных мошенников, которые завлекают детей ложными предложениями о подработке. Мошенники используют доверчивость детей и постоянно развивают схемы обмана. Выходят на различные аудитории, включая детские, вовлекая ничего не подозревающих людей в свои преступные махинации. Легкой добычей, безусловно, могут стать школьники, которые хотят попробовать поработать летом в период каникул и заработать свои первые деньги. Как правило, подросткам предлагают несколько вариантов так называемого трудоустройства. Это либо работа курьера или заработок в интернете на дому. Оба варианта связаны с нарушением законов Российской Федерации и зачастую влекут за собой либо уголовную ответственность, либо банально потерю денежных средств. Хочу отметить, что сотрудники Центра занятости населения Камчатского края, нашего кадрового центра Камчатского края, никогда не звонят с мобильных телефонов. Работа с населением ведется через стационарные телефоны, которые начинаются с кода Камчатского края «плюс 7-415». Работа, которая предлагается на период летних каникул подросткам, всегда связана с реальной занятостью, например, в сфере благоустройства, озеленения, уборки территории, помощи в введении делопроизводства, социальной помощи или в других сферах. И, конечно же, летняя занятость детей обязательно сопровождается оформлением трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом. Прошу родителей и особенно ребят быть бдительными, критически относиться к звонкам с незнакомых номеров и, конечно же, беречь свои персональные и платежные данные. Память воинов почтила молодежь Камчатки. Торжественный митинг вахтопамяти состоялся в Парке Победы Краевой столицы и был посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие студенты высших и средних специальных учебных заведений города, представители студотрядов, движения волонтеры Победы и добровольческих организаций. Сегодня, в преддверии праздника, молодежь Камчатки проводит традиционную, ежегодную акцию вахтопамяти. Акцию, посвященную отданию памяти тем людям, бойцам, которые своими жизнями добились победы нашей страны в этой большой и страшной войне. Впервые акцию провели еще в конце 1980-х по инициативе советской молодежи. Тогда она была в первую очередь связана с работой поисковых отрядов, которые ведут свою деятельность в 38 регионах страны, где шли активные боевые действия. Волонтеры помогают установить имена бойцов, которые пропали без вести на полях сражений Великой Отечественной войны, в том числе и жителей Камчатки. Так, поисковые отряды смогли отыскать в Смоленской области останки Валентина Черкашина. Он ушел на фронт из Усть-Больштетского района и погиб в 1942 году. Солдату было 22 года. Летом 2020-го его личные вещи передали в сельский краеведческий музей на вечное хранение. А частицы праха развеял внучатый племянник Михаил Черкашин. Это не просто была самая страшная война в истории человечества и самая страшная война в истории нашей страны. А потому что, если бы они не победили то зло, в буквальном смысле без всякого преувеличения, которое шло, нас бы просто не было. Никого бы здесь не было. Это была война на уничтожение. Второе. Зачем мы это вспоминаем? Если мы это забудем, то это зло снова подымет голову. И, к сожалению, сейчас это происходит. В рамках митинга для участников прозвучали песни «Сады памяти» и «Встанем». Затем состоялось возложение цветов к памятнику монументу жителям полуострова, павшим смертью храбрых в боях за независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Продолжение следует...